Орджоникидзевский район, проспект Ленина. Я прям стою напротив, проспект Ленина 140. И тут много таких серых-серых-серых-серых-серых домов, и там ничего вам не можно было бы показать, если бы не было бы все это дело на другой стороне города. Я, конечно, понимаю, что это все красиво, круто и замечательно, потому что я очень долго ездил и ждал, когда с этой стороны у нас будет что-то. И вот это случилось. С этой стороны дома от 121-й серии. И в этом доме для вас сделан замечательный магазин Академии инструментов. Конечно, фирма-то вам известна, но мы вам открываем новый магазин по улице Ленина 121. То есть это новые дома после дивных рынков. А по-другому я и не могу вам представить все то, что происходит в южной части города Магнитогорска за Казачьей переправой. Три-центра и заправка, рынки под крышей. А мы предлагаем супер-место дешевых цен на все. А здесь есть еще и Веломир. Когда нам говорят, что у нас кризис, я скажу, что кризиса нет. Вы просто посмотрите на улицы Магнитогорска и посмотрите, сколько у нас строится. Строятся дома, строятся торговые центры, строятся гаражи, строятся дома. Я имею в виду дома для вашего пользования. Не такие дома большие, хотя и большие дома тоже строятся. Для маленьких домов вот то, что нужно. Бетоносмесители с мегаскидками. Представляете, поставили такое и у вас все в порядке. А потом еще подарили кому-нибудь. И тогда и мегаскидка, и еще и прибыль. Ну так вот, мы празднуем год. А если вы в мегацентрах видите мегацены, зайдите рядом. В фирменном магазине поймете, как вас любят. И главное понять, борьба за мегамобиль и это не для вас. Для вас лучше свой дом. А сосед на мегамобиле пусть кормит банки. Я, конечно, понимаю, что в городе Магнитогорске очень много различных магазинчиков. Но никто же не работает со мной, понимаете, да? То есть пришли там люди, еще что-то сделали. И их в эфире-то не видать. А вот с Академией инструмента мы уже достаточно давно работаем. Естественно, раз Академия инструмента предлагает вам скидки. Так вот, что такое за моей спиной? Это огромное количество бензопил. Причем на все бензопилы, естественно, скидки. То есть вы придете, посмотрите и обязательно купите. Потому что без бензопилы, извините, хозяйство-то не хозяйство. Да, бензо и электропилы всем нужны. Но в преддверии лета было бы спокойно просто прокатиться на велосипедах. Там, где банечка есть и все остальное. И веломир, и он здесь. И это неразделимо. А велосипеды, во-первых, сжигают вас жир. А во-вторых, дают-то настоящее удовольствие. Я, конечно, в свое время бы вам показал, да и покажу это чуть позже. Потому что вот для веломира здесь целых две комнаты отделены. Большие комнаты. Большое помещение, кстати. Вот в веломире, естественно, есть все и для всех возрастов. И, кстати, я посмотрел, посмотрите, сколько здесь вот этих всех вещей. И для маленьких людей. И вот, если можно, сейчас продемонстрирую. Ура! О! Че я, кажется, умею делать. Конечно, очень хочется. Конечно, бы захотелось бы вам продемонстрировать. Но вы придите сюда и посмотрите. И колеса, и велопары, и инструмент всякий разный. Вот. И еще то, без чего велосипед не поедет. А дело в том, что наверняка кто-то захочет ваш велосипед куда-то притыркать. Так, пожалуйста, здесь есть противоугонные штучки для вашего велосипеда. Итак, я все-таки надеюсь, что в то время, когда можно будет прокатиться на велосипеде, мы будем на нем и кататься. И опустим далее всех бензовозов. Конечно, мы не в Италии и Франции, но в период без зимы можно было бы и купить электро. Тем более растаможка электромобиля это ноль. Ну да ладно, будем надеяться, бензо мы и раньше прижмем. Теперь о инструменте. Инструменты всякие нужны, и для инструментов нужны иногда запчасти. Такое бывает. К сожалению, у меня был электроинструмент, и я понятия не имел, где его можно было бы сделать. Знал бы, принес сюда. Потому что здесь запчасти, в вагон и маленькая тележка. И здесь, и там, и там, и там, и там, и сям. То есть вы придите и посмотрите. Запчасти тоже с естественной скидкой. Про инструмент бы особо, но не в маленькой передачке. Но желаю каждому приехать сюда. И думается, даже мой товарищ, который в детстве видал, конечно, шотвертку, сегодня бы лучше купил бы себе дрель. А также много чего интересного. И вот оно для вас, и не только для молодых автомобилистов, но и для всех, у кого есть машины. Это мойки высокого давления. Керхер, Прораб, Хеттер, Пегас, Дензел. Берете и спокойненько моете. И, кстати, экономите на автомойках. Хотя некоторым надо все-таки ездить на автомойке. Потому что, ну, все-таки полезно. Вот, в других случаях, пожалуйста, придете сюда, покупайте себе нормальный двигатель. Кстати, некоторые двигатели очень хорошенькие. Вот такой бы, или вот такой бы, я поставил бы на картодром. Помните, да, прошлый год? Веселье был час, называется. То есть у нас потекло все. Все. Гаражи потекли, дома потекли, везде все потекло. Вот. Естественно, народ сразу начал насосы покупать. Вот. Где насосы самые дешевые? Это магазин Академии инструмента, что на проспекте Ленина, 121. Посмотрите, сколько здесь этих насосов. Причем есть еще и насосы погружные, дренажные. То есть, если у вас там мусор, то и такую вещь можно тоже купить. Вот. Ну, и, естественно, это то, что внизу. Это сварочные инвертора. То есть, берете этот сварочный агрегат, вставляете в обыкновенную розетку. В другой розетке вы можете смотреть телевизор, ничего не случится. И спокойненько провариваете. При этом у вас никаких других вещей не будет. А то, представляете, машину варить, и приходится аккумулятор снимать. А такого-то нету здесь. Да, и в завершении сюжета. Нам как-то жизнь объяснила, что проще сделать все своими руками. Что эти самые руки, по сути, есть у каждого. Что телевизор в моем лице можно не только смотреть, но и слушать. Что мониторы уже не нужны, и нужен ящик. Что за сумму в 10 тысяч рублей, и это весь ваш инструмент. А добавьте что-нибудь больше, и вы будете есть нормальную пищу. А не фигню, вызывающую рак. Да, жили мы когда-то так. И жить так надо. И надо просто сделать все гораздо быстрее. А для этого нам нужен инструмент. И, конечно, то, что нам представляет Академия инструмента, это класс. И вот надо так и жить. И вот я вам хотел показать. И это правильно. Я вам продемонстрировал это место. Это место частная собственность, естественно. Это место располагается здесь, на улице проспект Ленина, 121. То есть, это левая часть. И если вы едете со стороны вокзала, то сразу поймете. То есть, с правой стороны, либо с левой стороны серость и ничего. А с правой стороны, или с левой стороны, если вы едете оттуда, вот такие замечательные дома. Естественно, здесь на вас деньги не зарабатывают. И в преддверии года, с того момента, как магазин открылся, вам предлагают скидки на все.